Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель от производителя Xiaomi Смартфон называется Xiaomi Mi 2A Это бюджетный вариант от этой компании Бюджетный смартфон Построен он на базе очень интересного процессора Snapdragon S4 Pro Этот процессор я могу сравнить и с 4-ядерным 89-м И даже с 8-ядерным MTK6592 Он не проигрывает этим процессорам Хотя и считается уже данная версия процессора устаревшей Вот в такой вот коробке поставляется смартфон Здесь все более чем стандартно Все смартфоны от Xiaomi поставляются именно в такой коробке В комплектации со смартфоном ничего особенного не идет Как всегда есть зарядка Одна амперная И есть USB кабель для подключения к компьютеру Сам смартфон обладает небольшими размерами Это всего 4,5 дюймов дисплей Толщина где-то 9,5-9,6 мм Спереди мы видим снизу меню домой-назад Сенсорные кнопки, которые к тому же не светятся при работе с ними То есть они не подсвечиваются Сверху мы видим логотип Xiaomi Фронтальная камера на 2 Мп Динамик Датчик приближения, датчик освещения И индикатор С этой грани мы видим очень такой интересный вариант решения Вывода динамика на боковую грань Сзади динамиков здесь никаких нет Это именно непосредственно основной динамик этого смартфона Сверху мы видим разъем под наушники И дополнительный микрофон С этой грани есть кнопка включения-выключения смартфона И очень удобная качелька громкости По эргономике в смартфоне расположены эти кнопки Очень удобно им пользоваться Снизу мы видим разъем под USB Микрофон основной Отверстие под шнурок Ну и тут динамик Сзади пластиковая крышка у нас Логотип Xiaomi 8 Мп камера И одинарная вспышка Как вы могли уже заметить Сборка у смартфона великолепная Ничего здесь нигде не люфтит Все шикарно закреплено Нет никаких разъемов для открытия крышки Именно поэтому можно использовать сам разъем USB Таким образом крышка открывается Под крышкой мы видим пресловутое качество Xiaomi Здесь все действительно очень четко сделано Все эти болтики Все внутренние материалы из очень такого качественного Все внутренние вот эти вот Зажимы, платы Из очень качественного материала Видно что болтики очень такие серьезные Видим мы что аппарат всего лишь на одну сим-карту Сим-карта одна Она стандартная, большая И также обращаю ваше внимание на то Что в этом смартфоне просто-напросто нет Слота под SD карточку Аккумулятор который поставляется с этим смартфоном Имеет емкость 2030-2080 мАч Для смартфона с 4,5 дюймовым дисплеем Я считаю что это хороший аккумулятор И будет нормально оно все работать Хочу также добавить что стекло у нас закаленное Это аналог Gorilla Glass Это китайский Asashi Glass То есть тоже он не царапается И качество этого стекла будет очень-очень высокое Итак первое с чего хочу начать свой технический обзор Это как всегда Antutu Давайте посмотрим технические характеристики Которые в этом смартфоне есть Чтобы иметь представление вообще что же это за машинка И какие производственные мощности он имеет Итак в Antutu эта модель набирает 20 825 баллов Xiaomi Mi 2A построен на двухъядерном процессоре Snapdragon S4 Pro Частота этого процессора составляет 1700 мегагерц Здесь есть гигабайт оперативной памяти 16 гиг встроенной Сразу же один из основных минусов это то что нельзя подключить внешний слот Нельзя подключить внешнюю карточку microSD Нет просто на просто слота Обращаю ваше внимание на то что несмотря на то что процессор у нас двухъядерный Скажем так это уже устаревшие варианты Он имеет очень мощный графический ускоритель Adreno 320 Аналогичный графический ускоритель Точнее тот же сам Такой же самый Мы можем увидеть у Snapdragon 600 Разрешение дисплея 720 на 1080 точек И задняя камера на 8 мегапикселей Фронтальная камера на 2 мегапикселя Видео записывает в формате Full HD Матрица IPS Размер экрана 4,5 дюймов Вес смартфона 133 грамма Далее я хочу продемонстрировать вам количество точек касания Здесь 10 точечный мультитач Довольно тяжело на таком маленьком небольшом экране Показать все 10 точек Но я справился И также давайте посмотрим Какие датчики есть у этого смартфона Сразу же хочу сказать Здесь шикарнейший GPS GPS ловит за пару секунд Акселерометр, компас, датчик освещения, датчик приближения Хочу сказать по поводу датчика освещения Я не видел наверное лучше датчика освещения Чтобы где-то работал В 100% я уверен Что никакой МТК Никакая модель Не будет так круто отрабатывать С датчиком освещения Как эта модель То есть здесь можно поставить автоматическую яркость И забыть о том что Можно регулировать вообще эту яркость Здесь есть отличная вспышка Вспышка очень яркая Действительно Это видно Также несмотря на то что это бюджетный вариант смартфона От производителя Xiaomi Здесь мы можем увидеть NFC технологию То есть это очень такая фишка У которой есть в основном у флагманов А также есть гироскоп То есть смартфон маленький Но можно так сказать удаленький Очень много датчиков Очень много качественных сенсоров Вот этих всех Поэтому тут я был если честно удивлен Отличительной особенностью смартфона Можно считать шикарный 4,5 дюймовый дисплей Который выполнен по технологии OGS с матрицей IPS Что это значит? Это значит во-первых Что у нас здесь шикарная Цветопередача у смартфона А благодаря OGS у нас еще более Лучшие углы обзора Чем это могло было бы быть Давайте посмотрим Как отображает этот смартфон картинки Хочу сказать, что картинка насыщенная Цвета очень-таки сочные, яркие Единственное, что вот я Все смартфоны, скажем так Тестирую на максимум И вот некоторые матрицы По диагонали Это не так существенно Но это есть Вот полностью темный экран Вот каким он становится Когда я его по диагонали То есть так нормально Так нормально Но вот по диагонали Он вот такого вот цвета становится Это только темный оттенок Так, картинки очень-таки хорошие Классно выглядят По углу обзора То, что OGS Это действительно видно Сейчас я включу еще одну картинку Видно, что Дисплей Без воздушных прослоек С тачскрином И изображение действительно На поверхности И ничего ему не мешает И углы обзора Действительно максимальные Также хочу продемонстрировать вам Запас яркости В этом смартфоне То есть он может быть Как довольно-таки Неярким Минимальный уровень Хороший Так и очень-очень ярким Смартфон В принципе можно сравнивать С наиболее яркими Конкурентами Это JAU-G5 JAU-G4 Этот экран Ничем им не проигрывает Прошивка в этом смартфоне Изначально с завода Как всегда На любом Xiaomi Приходит он английский Либо с частичным русским Здесь стоит стандартный MyUI Вот такая вот прошивка Вот все версии Все вот эти вот Сборки Все это видно Прошивка я скажу от себя Что очень хорошее Мне понравились Настройки звука Например Можно при подключении Гарнитуры Настраивать Какой тип гарнитуры Что где как выбирать Чтобы звучание Было лучше и лучше По поводу звука Хочу добавить от себя Когда я тестирую звук Я тестирую его Как внешний Так и внутренний Я обязательно Включаю музыку Через наушники Подключаю наушники Внешний звук Меня очень порадовал Я сейчас вам буду демонстрировать Он не слишком громкий Я не могу сказать Что он очень громкий Но он очень качественный На самом деле Я не могу сказать Что он очень громкий Но он действительно качественный Он мягкий Такой сочный В наушниках вообще никаких проблем нет Наушники Хорошие подключаешь И звук будет шикарный В этом смартфоне Если вы любитель Послушать музыку То однозначно Этот смартфон Заслуживает Вашего внимания И можно для музыки Его смело брать Что касается Производительности Здесь двухъядерный процессор Snapdragon S4 Pro Частота его всего лишь 1.7 Гиг оперативки Казалось бы По производительности Смартфон ничего Нам не сможет такого интересного предложить Единственное Что у него подкупает Это хороший графический ускоритель Это Adreno 320 Аналогичный Как у Snapdragon 600 Там тоже Adreno 320 В Antutu Тестере Я В Antutu Программки Я вам показал Там 20 с чем-то Тысяч баллов Также я тестировал Как всегда Я тестирую Эти смартфоны В многочисленных программах На данном этапе Это была программка 3DMark 9423 Показатель Как я считаю Хороший И показатель С ультраграфикой 49,6 FPS Но Здесь всего лишь 1280 на 720 Точек разрешения Показатели Производительности В Таких обычных Тестах Довольно-таки Хорошие Давайте смотреть Что этот смартфон Может нам предложить В современных Игрушках Которые я сейчас запущу Специфон Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но на игру это абсолютно никак не влияет. И в GTA San Andreas, и в Asphalt 8, и Dead Trigger 2. Все игры на максимальной графике я вам показывал. И NFS Most Wanted. Все игры на максимальной графике. И все максимально классно играет, как по мне, абсолютно играбельно. Поэтому по оптимизации работы этот смартфон очень и очень идет вперед, впереди, чем как минимум 4-ядерный MTK 6589. Что касается GPS, я уже говорил, что здесь все шикарно. Я вам лишь продемонстрирую. Вот это буквально результат 5 секунд, не дольше. Обращаю ваше внимание на то, что смартфон поддерживает GLONASS спутники. И вот вам пример теста GPS через Navitel. Также я тестировал эту модель на аккумулятор. Напоминаю, 2030 или 2080 мАч здесь аккумулятор. Значит, какие баллы он у меня показывает. 444 балла в Antutu тестере. В принципе, довольно-таки средний результат. Далее я тестировал его в режиме нагрузки. В игре. Это у меня было 2 часа 8 минут. И 4 часа 40 минут. Это при воспроизведении фильма. Хочу сказать, что по аккумуляторам он показывает вполне себе такие средненькие нормальные результаты. Я не могу сказать, что это плохо. Я не могу сказать, что это супер классно, супер хорошо. Хорошие, нормальные, стабильные результаты. Наверное, просто Snapdragon S4 Pro, он не такой энергоэффективный, как, например, MTK процессора. Вот я такое могу объяснение найти. Что касается камеры. Камера здесь, как мне показалось, на первый вид не очень такая. То есть, я когда фотографирую что-то, качество фотографий, у меня не очень получается. Потом я начал клацать, начал разбираться. Во-первых, снимает, есть куча множества настроек. Можно выставить вот Pro режим, можно выставить режим Auto. Вот здесь можно выставить размер фото 8 мегапикселей. Это у меня основная камера. Видео снимает камера в формате Full HD. Здесь вот тоже это все выставляется, как вы видите. Фронтальная камера на 2 мегапикселя. Видео записывает в формате тоже Full HD может. Ну и, собственно, фото. Записывает оно в формате 2 мегапикселя. Качество фото я вам продемонстрирую. В описании будут ссылочки. Видео с камерой залью. В целом, после того, как я посмотрел, какие фотографии эта камера делает на компьютере, я был доволен. И зум хороший получалось делать. И вывески вдалеке читать. То есть, в принципе, по камере тоже, опять же, однозначно плюс. Наверное, такая камера, как вот уже UG4, примерно такого уровня, может быть даже лучше. Посмотрите фотографии, сравните и определитесь для себя. Что ж, можно подводить итог. Xiaomi Mi 2A. Это бюджетный смартфон от компании Xiaomi. Это бюджетная модель. По всем меркам, у нее такой устаревший морально процессор, двухъядерный, 4,5 дюймов дисплей. Дисплей IPS OGS. Смартфон напичкан всячески всеми разнообразными датчиками. Здесь есть NFC, здесь есть UTG технологии, здесь есть гироскоп, здесь есть великолепно, шикарно работающий GPS. В целом, я чем больше устройств тестирую не на процессоре MTK, тем больше я убеждаюсь в том, что все-таки, как ни крути, MTK-процессора это бюджетные варианты, на которых очень много работает функций не так классно, как это работает, допустим, на Snapdragon. На Snapdragon и на процессорах Qualcomm в целом. То есть, здесь отличная сборка, здесь классный дисплей, здесь хорошая камера, здесь все датчики, вот эти все GPS, OTG, датчики освещения, датчики приближения, здесь все работает шикарно, здесь шикарный звук. То есть, качество самого устройства, что подразумевается под качеством, я даже не говорю сейчас о браке, я говорю качество сборки, качество исполняемых материалов и вот этих всех функций, как оно работает. Да, тут еще прошивка MyUI, это эталонная прошивка, которая одна из лучших сейчас на данный момент, и тем более продукт Xiaomi с этой прошивкой очень классно работает. И я хочу сравнить эту модель, например, ну, этот смартфон примерно в Украине сейчас стоит примерно 3000 гривен, то есть, в долларах это, ну, где-то 280 долларов в зависимости от курса. Хочу сказать, что смартфон с легкостью может конкурировать с такими моделями, как GAU-G5. Во-первых, сборка на уровне, а по качеству, по производительности эта модель утрет любой MTK-6589, даже тот турбированный, и может с легкостью посоперничать с процессорами восьмиядерными 92. Потому что, например, GTA San Andreas, игры идут нормально, но GTA San Andreas, как по мне, идет с глюками. Здесь я могу играть в любую игру на любых настройках. Самым большим минусом, я думаю, для любого человека будет, так как мы все привыкли уже к двум сим-картам, для меня это вообще очень важно. Здесь всего лишь одна симка, и здесь нет возможности расширения памяти. Но у меня сейчас стоит раз, два, три, четыре, у меня стоит Navitel с картами, у меня стоит 3DMark прогруженный, и у меня где-то еще 2-3 гига свободных, плюс у меня куча видео, то есть, наверное, где-то на гиг. То есть, здесь память таким образом распределена, что, в принципе, всего хватает, и, ну, мне бы, например, вот так как здесь распределяется память, мне бы этого хватило для нормального пользования. Но однозначно, когда нет слота под карточку microSD, это однозначно минус. А так, это, наверное, один из лучших вариантов для приобретения, вот до 3000 гривен в размере 4,5 дюймов. Я считаю, что модель GAU-G5, наверное, будет проигрывать этому смартфону. На этом все, спасибо за внимание. Кому интересно, кому нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем вас всегда радовать новыми обзорами. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok